Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Никита Сергеевич Михалков обратился с чрезвычайно важным заявлением, как мне кажется, по очень важной теме, которую можно было бы разобрать. Мы с вами много говорим о деятелях культуры, о культуре в целом. И вот что пишут. Никита Михалков считает, что деятелей культуры, которые работают в России и не поддерживают госполитику, можно отнести к списку нерукопожатных. Вот что он говорит. Это, кстати говоря, люди более опасные, чем те, кто уехал. Те, кто уехал, они видны. А вот думающие так же и делающие так же за спиной, но остающиеся, чтобы не терять то, что могут здесь заработать, потому что в другом месте заработать не могут. Это как раз те самые, кто по-настоящему нерукопожатные. Они есть, конечно. И мне очень бывает печально, когда этого либо не видят, либо специально не хотят видеть. Мы должны, наконец, отделить зерна от плевел. Дело не в репрессиях, а в том, что если ты живешь в этой стране, ты можешь бороться с проблемами в этой стране. Ты можешь говорить вслух, что ты думаешь, что тебе не нравится. Но в основе твоего отношения должна быть любовь и уважение, а не желание понравиться кому-то другому. Вот и все. Сказал Никита Сергеевич в комментарии ТАСС. Друзья, что я хочу сказать. С моей точки зрения он абсолютно прав. Потому что это так называемые ждуны. Люди в культуре, которые сидят и молчат, потому что они хотят здесь продолжать зарабатывать деньги. Мы знаем тех, кто уехал, тех, кто обозначил свою позицию. Но те, кто здесь продолжают сидеть и гадить, фактически гадить, то есть они не сделают ничего, исходя из того, что в них нет этой любви к своей родине. В них есть только любовь к тому, чтобы остаться у кормушки, остаться на своем месте. Они ничего созидательного. А сейчас тот период, как мне кажется, когда именно созидательно это мы все и ждем. Какие-то новые конкурсы, как я говорю, всероссийский конкурс, песни для молодых талантливых ребят из деревень маленьких городов. Какие-то новые проекты театральные, новые фильмы патриотические и так далее. Этого много всего необходимо. Но этого они не будут делать, потому что им это не нужно. Им нужно просто сохранить свое место. Поэтому действительно это наиболее опасные элементы. И, конечно, когда такие люди выявляются или, собственно говоря, становится понятно, что это такой человек. Мы уже неоднократно с вами говорили об этом, о том, что не всегда эти люди что-то высказывают, не всегда они говорят, а не всегда можно под какую-то статью подвести их слова и высказывания. Но, например, при Минкульте сделать какую-то комиссию, которая будет смотреть не на слова, как компетентные органы, а на окружение человека. На то, какие действия он предпринимал, какие публикации у него были, может быть, около-около, скажем так. То есть все понятно про человека, что он не поддерживает госполитику, а, возможно, и поддержит сопредельное государство. А, возможно, он против операции. Но он не наговорил на статью продолжать занимать свое место и вредить фактически. И такая комиссия могла бы заниматься тем, чтобы немножко чистить ряды. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, я вас приглашаю на свой второй официальный канал Будда Гришна в новости в Телеграм. Там политика, много политики, практически политика каждый день. Там больше свободы слова, поэтому мы говорим там о вопросах миграции, коррупции, внутренней, внешней политики и так далее, и так далее. Немножко личных фото я там выкладываю чуть-чуть. Поэтому, может, вчера семейные фото я впервые разместил. Вы можете перейти, посмотрите, ссылочка здесь внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Обязательно подписывайтесь. Друзья, я приглашаю вас на свой сайт Будда Гришна.ком. Для бизнесменов, предпринимателей, повторюсь, если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотрите, заинтересует, пишите. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Вопросы культуры очень важны. И тех, кто занимается этой культурой, те, кто занимается этой культурой, тоже очень важны. Потому что это формирование фундамента. Фундамент, на котором зиждется, в принципе, вся общественная жизнь, жизнь общества, мировоззрение детей, взрослых и так далее. Поэтому те, кто занимается ею, этой культурой, конечно, они должны быть патриотами до мозга костей, они должны не быть ждунами.